всем привет дорогие друзья с вами енот и так у нас только мир в коробке и сегодня очень необычная распаковка квадрокоптера диджей mavic air fly more комбо вот очень длинное название но тем не менее мы сейчас откроем эту штуку и заглянем что же он спрячется не только внутри коробочки этой но и что еще состоит квадрокоптер плюс минус это необычно для нашего канала но тем не менее посмотрим что из этого выйдет сначала мы посмотрим на коробочку который у нас вот здесь таким вот красивым квадрокоптером сложном состоянии здесь беленькая снова квадрокоптер на торце есть информация об этом квадрокоптере сейчас посмотрим на его характеристики что не что они пишут а комплектация пультик аккумулятор все 33 удовольствия с этой стороны приклеена инструкция на украинском языке также еще дополнительная информация серийные номера но давайте же мы не будем смотреть на это и будем скрывать но прежде есть наклеечка на которой видно какого он цвета он у нас беленький и приступим мы скрытие традиционно нашим охотничьим ножом так как его скрыть как я обычно вскрываю его аккуратненько дабы ничего не повредить клинка поплотнее чем настольных играх так как всегда аккуратненько так и последняя часть пленочки так друзья скрываем вместе с вами и нас сразу встречают как милая наклеечка если вам ее покажу предупреждение какое-то на нескольких языках так я вот думаю будем ли мы смеете ну то я думаю там есть еще одно руководство и начнем мы с вот этой милой сумочки в она очень тяжелая то есть это грамм 600 700 на ней фирменная лейбла то есть фирменный знак также здесь есть дополнительный карманчик даже с бирочкой что очень круто и мы наконец-то открываем а вот сам сам квадрокоптер маленький вот внутри есть специальное углубление подставки чтобы он фиксировался и надежный надежно фиксировался да друзья и мы пытаемся его сейчас открыть кое-что знаю про квадрокоптеры но не все так 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 снизу есть защитные наклейки смотрятся они вот так всякие предупреждения здесь спрятаны вот здесь есть дай камеры датчики если я правильно помню это мы пока отрывать не будем вот еще датчики здесь отсек это снимается а этого снимается аккумулятор я думал что это немного другое интересно где здесь спряталась а вот здесь есть что-то сюда у нас вставляется флешка и зарядка или для передачи данных стильно модно молодежно сзади да действительно весь эта штука но посмотрим посмотрим скрываем далее у нас сумочка тоже массивная ее можно носить через плечо возможно даже на поясе есть своя бирочка целая гора бирочек это не просто сумочка это она даже так открывается она на змеечке не что-то спряталась давайте мы коробку уберем а то не видно будет все как-то а это отдельный кармашек для чего-то ну что она сама по себе вот так вот носится и еда я промахнулся немного едем дальше смотрим что же нас внутри сразу видим пульт управления антенка 1 антенка 2 попытаемся открыть аккуратненько и вот такой вот пульт по идее вот здесь сразу уже стоит переходничок для подключения например не чок на lightning для подключения айфона но он также там должен быть сменные переходники для подключений остальных usb и usb type-c есть два пока не знаю чего а это джойстики то есть мы их вот так вот будем накручивать или одевать да не вот так вот накручиваются но кстати мне уже немного страшновато потому что такую штуку можно и потерять не вот такая вот хрень извиняюсь за выражение очень необычная распаковка для меня я распаковываю просто вслепую вот рычажок это видео это фото еще кнопки можем какой чудо так едем дальше у нас раз коробочка здесь переходнички сейчас мы все посмотрим два три сколько всего блок питания больше проводов и еще один аккумулятор странно немного так вот такая вот сумочка внутри с органайзером плохо видно но тем не менее едем дальше у нас есть раз-два и получается на квадрокоптере 3 аккумулятор это очень круто потому что меня в детстве был квадрокоптер там был один аккумулятор которого хватало от силы минут не знаю на 5 на 7 а тут 3 и наверное минут по 15 по 20 я видел обзоры когда-то вот такие аккумуляторы посмотрим сейчас на их информация у них вот кому нужно нажмите паузу почитайте а так я могу сказать что у них 2375 миллиампер что очень круто едем дальше есть вот такой вот переходник судя по всему нет не могу пока сказать для чего такой переходничок тут не подсказывает что это зарядка причем это целая станция потому что у а это хочется сюда будет подключаться одна часть и сюда мы можем вставлять вот так вот аккумуляторы или не можем ну вот мне подсказывают что да сейчас мы ну вот видите здесь просто но с углублением у меня этого углубления нету не могу а все я понял вот вот так вот он вставляется по-модному док станция очень модно стильно молодежно и его снизу еще вход для подключения и башни едем дальше волшебная коробочка не необычный картон прокладки а это пропеллеры это запасные лопасти раз комплект и 22 комплекта запасных лопастей это реально круто по идее переходничок type-c который нам явно понадобится нет есть у нас есть шнурочек для зарядки пульта пульта type-c вот он поэтому переходник в пульте у микро usb где он здесь а вот он у нас вот сбоку да у нас вот есть место для зарядки для подключения вот у нас есть еще вот такой вот маленький кредл на переходничок еще один это для док станция который вставляется нет нет то есть в случае чего мы можем использовать действительно экстренно как power bank на 2000 миллиампер мой из десятой вряд ли она круто зарядит но пол батарея думаю вытянет но мы попытаемся сейчас открыть она потребляет так 3 ничего как-то очень тяжело открывается хочется аккуратненько его открыть вот а вот это мой проект накроем потому что здесь важные переходники для подключения телефона вот так что у нас на пульте кивайте стоит здесь у нас в избе тайп си и местный разъем еще один да это точно открываю все эти штуки потому что вот и что-то отвалилось на вот есть рамочка на этом две две рамочки боковые для фиксации установки и вот такой вот шнурочек еще один так у нас есть вот такая вот штука его блок питания с двумя usb то есть можно параллельно что-то еще зарядить и вот и пульт в пульт эта штука вот то есть это у нас вставляется на заново зарядку вот так вот сейчас посмотрим где там она вставляется вот так вот как конструктор лего и вот такая штука получается у нас и пункт тоже соответственно подключается сюда давайте мы пропеллеры сейчас мы пытаемся аккуратненько открыть набор пропеллеров хотя вот я мы достанем один пропеллер вот он конечно же они не будут отличаться но мало ли там может быть воли вы с там с опознавательными знаками какими нибудь или еще с чем-то дополнительным что у нас еще осталось здесь мы все осталось еще одна коробочка достаточно крупная это не просто коробочка все уберем в сторонку она не вытаскивается из из этого вот они она вытаскивается вот так открывается и там еще кучу всего лежит это судя по всему защита очень неудобно упаковано очень опасно было доставать ее это то чего я кстати знаю что это очень полезная штука для начинающих вот такие вот защитные ободки что ли да для нашего квадрокоптера чтобы не развить ему пропеллеры интересно но легко снимается нелегко сходу из ними но будет выглядеть как то вот так это будет очень здорово очень круто жалко что всего один один комплект да сейчас мы попытаемся сейчас мы попытаемся открыть она придется рвать но выбор невелик она здесь к несчастью заклеена было интересно есть разница нет райт вот здесь вот внутри есть обозначение сейчас камера резкость может настроиться надеюсь вам что-то видно назначение вот райт райт вот это райт 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 лефт нет райт фронт вот это правая фронтальная правая передняя давайте мы попробуем ее прикрепить и посмотреть как же это выглядит на боже да а как же она крепится тогда все секундочку у него еще есть ножки это я поет антенки такие да неожиданный поворот мы попытаемся сейчас это присоединить вот вот так уже намного лучше выглядели то есть и стиль не водный молодежный это соответственно у нас задняя правая она собирается в единую конструкцию и образует собой вот ведь она будет повышенная жесткость поэтому сначала так что-то пошло не так что-то она не хочет защелкиваться все щелкнулась у нас получилось так вот как все жесткости чне рама жесткости дай бог выдержит пару ударов конечно молотку далее у нас в короб здесь у нас кстати вот внизу есть еще одна коробочка спряталась и влагопоглотитель это у нас магическая коробочка она очень странно открывается а это наверное не коробочка это наверное уплотнитель это уплотнитель чтобы занять лишнее место и у нас целая гора документации к дрону то есть есть такой очень плотный картон кстати коробочка как деревянная у нас есть визитка рекламка с сайтом где можно посмотреть помощь получить консультации одна инструкция руководство по полетам инструкция на аккумуляторы как вот как собирать собственно говоря защиту да сначала соединить проверить присоединить вот док станции переходника под powerbank вот от док станции помялся немного то есть документации достаточно много ну что друзья перейдем к завершающей части распаковки вот мы провели распаковку квадрокоптер диджей мэрик эйр в большой комбоаккомплектации с сумками с аккумуляторами с док станцией которые может кстати поставили на зарядочку аккумуляторы есть два индикатора на самом аккумуляторе заряд и индикатор на станции заряжается не одновременно а по очереди но тем не менее это очень удобно что ночью один зарядился потом второй потом третье это на ночь ставится очень здорово и вообще было очень здорово что в этом комплекте идет три аккумулятора на меня это было шоком вот так же в начале видео когда был пока я показывал коробку я не обратил внимание но на коробке вот с этой стороны есть надпись 18 плюс очень опасная штука квадрокоптер да вот эта маленькая фигня а уже претендует на нарушение законодательства сейчас мы уже поставили на зарядку аккумуляторы мы провели небольшую быстренькую регистрацию в местных программах которые нужны для базового старта квадрокоптера чтобы что он работает даже может быть что-то придумаем мы как говорится делаем все без дублей мы все вживую со всеми ошибками и огрехами ну что погнали в инструкции написано сначала включите пульт сначала включите короче что нибудь давайте мы включим пульт он торжественно пропиликал стандартный диджейшный да теперь мы пытаемся к нему подключить телефон у дрона кстати я обратил внимание вот защита защита камеры которым аккуратненько снимем папа вот теперь внимательно следите за будет красиво да теперь мы смотрим раз два руки руки ставь быстрее руки все у дрона пошел поиск судя по всему так вот это выглядит так рычку мы уберем а тут он взлетит теперь мы подключаем телефон телефон при подключении к пункту мы уже проверили сразу открывает программу предлагает открыть программу телефон мы используем пока что с 4 samsung galaxy s4 вот она вот она у телефон сам засветился предлагает включить программу она у нас включена connect to aircraft enter the craft life давайте мы connect через пульт все у нас уже открыто вот есть подробная видеоинструкция даже написано как его включать все как говорится для идиотов извиняюсь за выражение написано что аккумуляторы идут разряда да аккумуляторы кстати идут в глубоком сне их приходится будить с помощью зарядки но тем не менее теперь мы подключаем есть теперь мы ждем поиска есть уже моргает желтенькая лампочка как здесь сказано все я нажал вот оно уже уже пиликает 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 пультик я думал пиликает квадрокоптер так мы нажимаем на дроне не не кнопка сзади сзади кнопочка желтенькая кнопочка мы все нажмем это индикаторы кнопку так раз два три четыре ух ё что-то пошло оно очень так все оно заморгало зеленым будем надеяться что все в порядке только телефон почему-то выключился наверное надо убрать режим сна вот connect successful ай я случайно пробежал одну лицензию там было еще одно соглашение лицензия лицензия да 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 конечно же мы мы верим вас name your aircraft ну мы пока не будем менять но нам есть родник maver maver отлично все connect можно здесь программируемые моды надеюсь это будет видно что-то там рассказывает нет нет да да mode 2 у нас рекомендуется то есть мы пока будем запускать его для чайников у нас метр в секунду или у нас метрик метрик метр в секунду нет есть метрическая есть метрик метрический в секунду есть метрик кпх ну километр вверх лучше километра иначе метр вверх есть теперь у нас должна быть свободная зона от дрона на тридцать ты бы развернулся да тридцать метров она просит рекомендует рекомендует у нас есть для обучения три сантиметра для обучения activate я прохожу какую-то активацию что-то вплотью активация активация start now интернет есть ой что-то пошло не так все проходит регистрацию какую-то прошивку как-то он опасно гладит тут надо видеть что он творит в камере вначале он смотрит кто за него все опять очередной раз прошли регистрацию какую-то окей старт все мы все стартуем стартуем вот уже давно уже две минуты стартуем с телефона инициация да инициацию проходим обряд инициации здесь какие-то предупреждения у нас так назад нет question а question how far away can you fly a drone как далеко я могу плавать летать на дроне никогда как долго ты летаешь никогда не летал чтобы он в поле а потом не вошел far away far away как далеко на три тысячи очень далеко нет нет лимита ответ неправильный телефон что-то пытается сказать лицензию на полет кстати да что-то английском языке не знаю если она на русском да мы поставили фейк gps ура я прошел я прошел обучение по полетам на мэвике по безопасности полета на мэвике итак у меня уже что-то запустилось правда телефон обратите внимание программа открылась вверх тормашками что очень прикольно но будем надеяться на лучшее а или может вот так надо получается в общем что-то пошло не так друзья все как всегда так да 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 здесь куча показателей вайфай батарея gps у нас конект кстати 9 из 10 а теперь уже 10 из 10 есть даже видео с камерой которая почему-то не вижу что видит камера вот друзья то есть я вот постараюсь пока вот так вот перевернуть как и кто-то еще не включил видео сейчас не передается видео надо включить передачу давайте но поменяем что-то да вот вот но видеопередачи надо включить дрон кстати очень нагрелся вот тут просто прям этот нет 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 то есть я вот нажимаю пока все в порядке он пока не хочет взлетать но пошла запись пошла картинка только виртуального дрона надо включить картинку передачу сейчас надо как-то включить видео может быть удастся на еще очевидную кнопку фотовидео есть но реста инициализация так есть рестар прошли что такое видео нет ой алиэс ванта это это и ков ты собираешься начало видео посмотри научись видео эти больно бьют по идее палец с моей внизу досягаемости я пытаюсь я всех буду так выдержать до него по идее лоза по повышению книги я аккуратненько возьму вот так все друзья у меня он уже летит он уже летит почему он не летит в жизни place fly save data plot и так друзья все оказалось действительно не так просто потому что при старте в попытках взлететь нет оно начало обновлять прошивку дрона прошивку пульта прошивку безопасности это типы полетов то есть сейчас массовое обновление это уже вот оно обновляется сейчас это уже не первое обновление это уже там пятое или шестое оно грузит буквально там по 200 по 300 мегабайт очень и очень много всего вернемся как только все загрузится мы вернемся и поправится взлететь вместе с вами ну при первом включении как вы понимаете у нас была целая гора обновлений мы ждали мы обновлялись причем обновилось буквально все там наверное метров 500-600 обновлений загрузилось как на квадрокоптер так и на пульт вот и мы решили в итоге так сказать откатиться и показать насколько это все легко если вот у вас все обновлено вы просто подключаете все и стартуете давайте же мы сделаем этот процесс вместе с вами то есть мы берем и подключаем телефон к пультику здесь просто очень мощные резинки фиксаторы чтобы телефон не ездил на ней не вылетел мы включаем пульт при включении пульта у нас автоматически стартует приложение для дрона и пока она стартует мы включим дрон все дрон включен здесь у нас получилось приложение проходит верификация проходит сейчас поиск нашего дрона и go to fly так вакенцел для тех кто использует рожденные настройки всегда нажимать кинсел ближе подвини есть ближе под нет этот дрон так вот у нас уже стартует и так у нас появилась новые настройки нет это нам не надо вот вот у нас мы видим камеру так кто как видит камера да все здорово кстати да она переворачивается и попытаемся показать что вот все легко я свожу свести два джойстика к центру это и включение и выключение пропеллеров но перед этим нужно включить режим на заднем фоне папа комментирует все делаем так ну что я попробую сейчас я не могу взглядеть страшно вот явно я вверх повышаем вот так вот я не буду заработать очень страшно за люстру за дрон за все окружение вот я надеюсь что чуть попозже я или досниму это видео и будет здесь уже полеты на улице или отдельное видео выложу буквально в следующем как мы на нем взлетели и насколько это легко вот буквально не умея летать как говорится из первых рук взлетим полетим без обучения все пока что всем спасибо всем пока всем удачи друзья подписывайтесь